С 2013 года Toyota Harrier перестал быть близнецом Lexus RX. С третьего поколения модель стала аналогом кроссовера Toyota RAV4. Сейчас появилась машина четвёртого поколения, но родственные связи между харьком и RAV5 сохранились. Новинка построена на модульной платформе, которую уже используют актуальные RAV4. В плане дизайна новинка максимально отошла от младшей Toyota, а оформлением передней части паркетник вообще напоминает флагманский седан Crown. В салоне сплав солидности и спорта. Особенно у дизайнеров получились роскошные кресла, которые удачно имитируют гоночные копши. По последней моде над передней панелью возвышается большой планшет медиасистемы, а аналоговые приборы заменены виртуальными. Также отметим сенсорный блок климат-контроля, плюс электрохромную панорамную крышу. Стекло можно сделать непрозрачным нажатием одной кнопки. Вместо салонового зеркала заднего вида по заказу может быть установлен дисплей. Кроме того, бортовая электроника предлагает функцию видеорегистратора. В плане техники новинка повторяет RAV4 для японского рынка. Базовый вариант с двухлитровым мотором и фирменным вариатором, который имеет фиксированную первую передачу. Кроме переднего привода можно заказать полный, при том на каждом из задних колес установлена отдельная муфта. Для поборников экологии предусмотрен гибрид. Он построен вокруг атмосферника объемом 2,5 литра, которому помогает 120-сильный электромотор. Момент через электромеханический вариатор передается на передние колеса, но за доплату можно заказать отдельный моторчик для задней оси. Марка Хавейла анонсировала четвертую модель, которая встанет на конвейер завода под Тулой. Ей станет рамный внедорожник H5. Модель не новинка. До 2014 года этот автомобиль на нашем рынке был представлен под именем Great Wall Hover H5. И хотя облик некогда очень популярного ховера всем известен, российский офис Хавейла пока не публикует актуальные фотографии модели. Зато объявлено, что машина получит шестиступенчатую коробку передач и жестко подключаемый полный привод с электронным управлением и понижающей передачей. Единственный двигатель – двухлитровый бензиновый турбомотор, но вариантов форсировки заявлено два – на 150 и 177 сил. Отдельно оговаривается, что модель будет проходить такой же комплекс антикоррозийной защиты, как флагманский H9. Дату начала продаж Хавейла H5 пока держит в секрете.